В этом уроке мы уже начинаем пилить регистрацию, редактирование профиля Я уже стал запинаться, блин И получение списка всех пользователей То есть не популярных, а именно всех Просто чтобы проверить, как это работает И у нас на этом этапе будет проверка на то, авторизованы мы или нет Но это, в принципе, будет несложно делать Итак, теперь мы берем в этой части Уже мы не пишем JVT Guard То есть когда мы делаем регистрацию, мы не должны проверять Ты авторизованы или нет, это бессмысленно Мы должны сказать, что мы хотим получить по запросу на регистр То есть ausregister, ausregister И если же этот запрос произошел, мы будем делать регистр Тут скажем, что мы хотим получить DTO-шку И в нашей DTO-шке пишем, что при регистрации мы хотим получить Давайте вспомним, что мы во фронт-энде сохраняем То есть что у нас во фронт-энде есть такого, что нам нужно для того, чтобы мы получали необходимую информацию То есть у нас, по-моему, там было, если не ошибаюсь У нас там был email, пароль И если я не ошибаюсь, был nickname Если я не ошибаюсь, был, по-моему, nickname Давайте смотреть Components, ausdialog, register, full name, email и пароль То есть вот эти три поля нам необходимы в бэкэнде То есть full name, camel case, email и пароль Вот так Окей Теперь нам нужно перейти в user И взять... хотя у нас же есть вот это вот DTO Смысла делать свой нету То есть я просто допишу Я просто допишу вот так вот То есть entity тоже нам не нужен, кстати Для аутентификации не нужен entity Тут я пишу Create aus Хотя, знаете, вот эта часть тоже не нужна То есть По сути По сути У нас DTO-шка работает на уровне Локальной стратегии И нам не нужно даже DTO использовать То есть вот эта часть нам не нужна Aus Модули нам не нужно делать DTO-шку У нас уже есть DTO-шка Create user DTO Теперь я беру уже в этом aus-контроллере Почему я не делаю это в user-контроллере? По сути я мог бы сделать user-контроллер Но я думаю, что лучше пусть тут У меня будет то, что связано с функционалом Который позволяет ему только авторизованным делать что-то А тут Мы уже решаем То есть регистрировать чувака Давать ему доступ к профилю и прочее И, кстати, наверное, профиль я бы вынес бы Уже реально вот сюда вот В эту часть Потому что в аутентификации Ну нету смысла делать профиль Ну давайте сначала поправим этот момент Пишем create user DTO Вот так Далее Далее я теперь говорю This В этой части Где у нас? Вот тут вот В этой части Я пишу Что я хочу взять User Service User Service У меня хранится логика Именно того Чтобы создавать Аккаунт В User Service Вот тут вот И продаю DTO Вот так Вот так вот Сохранить Угу Вроде бы все нормально И уже Из контроллера Мы можем убрать Отсюда вот эту вот часть Она не нужна Пользователю Не нужен Функционал На создание Пользователя Вот это Можно оставить Получение Конкретного Пользователя Можно оставить Обновление Конкретного Пользователя Ну Можно оставить Но при условии Что это ты Ты являешься Чуваком Который делает Изменения В своем профиле Окей Только я бы Сделал бы Наверное не так А вот так вот Я бы подключил бы Вот тут вот Логику Именно того Что Я реально авторизован Ну ладно Мы сейчас это сделаем Что я делаю теперь В AusController Я сказал Когда придет запрос На регистрацию Создай мне через UserServiceController Пользователя Окей Почему Почему я не стал Логику Создания пользователя Выносить в AusService Ну Смысла нету Потому что у нас Логика Именно Связанная С созданием Я думаю Пусть будет храниться В UserService Что в принципе И там И есть место Пусть будет там Ну по сути Можно было бы сделать Это и AusService Создание пользователя Create Сделать CreateUser Ну Не знаю То есть В принципе я не вижу Сейчас каких-то Явных причин Это делать Именно в AusService Пусть будет так То есть UserService Что далее Ну Далее Вроде бы все То есть У нас теперь Есть возможность Производить Регистрацию Потому что У нас тут Уже Валидация Настроена Что Я теперь Беру И пишу Register None Передаю Post Вася Password Что я еще Там хочу Вася Password Password И Fullname Пусть будет Не Вася Кстати У нас еще Нету проверки На то Что уникальный Уникальный Ли Это почта Или нет Мы тоже Поправим Напишу Тут не Вася Пусть будет Блин Как сложно Придумывать имена Пусть будет Саша Блин Саша Пусть будет Test.ru 1 2 3 4 5 Имя будет Саша Там Блин Что за бред Я не могу нормально Придумывать имя ему Саша Тест Пусть будет Охренеть Самое сложное Это придумывать перемены И имена Своим тестовым Персонажем Окей Теперь нажимаю Регистрация Пятьсотая ошибка Ну спасибо Блин Давай смотреть Cannot save Given value Must be An entity Instead Undefined Это что за прикол Это что за прикол Ну-ка Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа У меня body, если я не ошибаюсь Да, вот как у нас указано в этой части В create у нас было У нас тут body был То есть из-за того, что я декоратором не покрыл Декоратором не покрыл свой DTO Он мне undefined вернул Вот теперь он уже берет весь body и говорит, что это является create-user DTO Вот Пароль должен быть минимум 6 символов Ну, что в принципе логично 1, 2, 3, 4, 5, 6 Вот Он мне создал пользователя Sashortest Окей То есть теперь у нас есть возможность регистрировать пользователя Но проблема в том, что у нас не возвращается токен И это надо поправить Я сделаю следующим образом Я сделаю следующим образом В этой части В этой части Хотя, знаете, что? Мы не User-сервис должны тут делать А вот тут мы должны были сделать Register То есть в нашем AOS-сервисе Мы сделаем метод Register И он уже будет получать DTO Вот так Он уже будет говорить, что This User-сервис Create DTO Далее Const User Await То есть мы этого юзера берем Теперь мы берем все, что есть тут Отсюда исключаем Password И берем юзера Передаем так Значит так Type Create User.do User.empty Must have Symbol Это что за прикол? А, блин Я пытаюсь Массив Деструктурировать Вот так И тут я объясняю, что мне нужно взять User И передать сюда Вот так Ну по сути можно было бы передавать Email И sub Да Тогда давайте сделаем тот высший метод Который будет нам брать Назовем его Get GVT Data Или назовем его Make GVT Data Или знаете как Не Make GVT Data А Generate GVT Token Пусть будет так называться Он будет получать Data Тут будет У нас Так, что мы Обязательно Должны получить User Entity Пусть будет Например так Оттуда мы вытаскиваем Я бы даже написал бы вот так Что мне нужно вытащить ID Это будет у меня Number И email Это будет у меня Number Ой, string Вот так То есть Я Мой метод Обязательно должен получить ID И email И его Я уже использую Вот тут И вот Далее Чтобы вот Один и тот же код Не дублировать В одном и том же месте Я просто беру И буду Создавать токен Вот так Вот таким образом Теперь я уже беру Тут Пишу User Data И вот То есть Он мне сгенерирует токен Даже Если в нем есть Created Add Updated Add Не важно что Он оттуда Обязательно должен взять Email И ID То есть В этом объекте По-любому должно быть Это два свойства И не важно что еще там будет Окей Окей Теперь мы берем То же самое Пишем вот тут Только вместо User Data Пишем просто User Сохранить И честно говоря Я не писал бы Access Token Я написал бы Token Просто Вот так Сохранить Теперь мы идем Уже в контроллер Регистр И вместо User Service Пишем AUS Service Register Dto Вот так И вот эта часть Уже нам не нужна То есть У нас теперь Логика Регистрации Будет выполняться Через AUS Service А он уже В свою очередь Будет создавать Пользователи Если ему это Удастся сделать Только я бы Наверное Сделал бы вот так Еще бы Проверил бы на ошибку И тут Не знаю Forbidden Наверное Передал бы Это ошибку И то же самое Сделал бы Хотя тут Нету смысла Думаю делать Тут я думаю Нету смысла Делать Окей Сохраняю И вроде бы Все Супер То есть Теперь я буду Писать Опять же Те же данные И мне вот Создает снова Пользователь И теперь Возвращается Токен Ну проблема В том Что у нас Теперь Смотрите 2 Саш И тут Наверное В части Entity User На email Нужно сделать Уникальный True Он говорит Что такой Не удается Создать Уникальный Индекс Давайте мы возьмем Ударим Пользователей Может быть Дело в том Что Транкейт Нужно Эту штуку Вот так И еще раз Вот Вроде бы Все корректно То есть Я с помощью Транкейта Убрал Ресетнул Индекс Там все Вот это Ресетнул Для users Теперь Попробую Создать Пользователя Вот Пользователь 1 Вот его Токен Теперь Этот токен Могу Использовать Для декодирования То есть Это мне Позволит Уже В дальнейшем Понять Что Я авторизован Корректно Потому что Я ранее Регистрировался Окей Окей Тут Тут Теперь У нас Создает Снова Пользователя Но Если Я возьму Еще раз Создам Пользователя Будет Ошибка Которая Говорит О том Что Все Плохо Вот Тебе Вся Информация Наслаждаешься Тут Все Что Хочешь Есть Странно Блин Что Он Мне Еще Пароль Не Вернул Вернул Не Вернул Мне Пароль Странно Очень Но Тут Получили Мы Все Что Необходимо Но Наверное В Режиме Дева Из-за Этого Наверное Нам Он Возвращает Детальную Информацию Хотя Такого Не Должно Быть В Продакшене Такого Продакшене Ни В коем Случа Нельзя Допускать И Тут Наверное В Этой Части Он Эту Информацию Выдал 403 Вот Он Выдал Все Что Необходимо Что Если Сделаю Тут Вот Так Ошибка При Регистрации Ошибка При Регистрации Ну Хотя Бо Так Да Более Менее Ок Ок Вроде Б Ок Конечно Ж Хотелось Бы Понять Что Мы Что У Нас Пару Что У нас Имейл Является Уникальным Если Это Несложно Сейчас Сделать Type Орен Уникальный Имейл То Мы Это Попробуем Сделать Где У нас Вот У нас Декорат Ой ДТО Колом Уникю Это Сделал Тут Тут Вообще Говорят Сделать Свой Какой-то Constraint Этого Делать Не буду Свой Валидатор Сделать То есть Вот Типа Прикрутить Валидатор Для Создания Пользователя Как-то Я понимаю Что это Нужно Сделать Потому Что По-другому Правильнее По-моему Не сделать Можно Конечно Еще Отправлять Запрос И проверять При Регистрации Есть И Такой Есть И Такой Пользователя Нет Но Обычно Это Делается Так Как Они Пишут Выше Вот Так Что У нас Получается Ну Давайте Смотреть Тогда Что Они Говорят Вот Вот Тут Говорят Сделай Вот Эту Часть Создай Себе Кастом Валидатор Уникальный Validation TS Файл Который Будет Тебе Целую Магию Тут Как Это Делать И Просто Используй Его Вот Тут Ну Давайте Попробуем Мы Идем В Эту Часть Тут Создаем Наверное Validation С Validation С Вот Так И Называться Он Будет Unique Validation TS Unique Validation TS Вот Так Окей Смотрим Что тут За магия Класс Entity Тут Целая История Идет Function А зачем Function Что Сидел User Entity Окей Object Что Такое Object Ну Давайте Any Сделаем Чтобы Он не ругался Самое Лучшее Решение Сделать Any Value Already Exists Choose Another Email Ааа Ничего Себе То есть Он теперь Будет Понимать Какое Поле Уже Является Уже Находится Базь Данов Уже Существует Ааа Сделаем Так Окей А тут Можно Задавать Свою Информацию Тут Видимо Можно Сделать Validation Да Почему У них Называется Вот Это Переменная А Они Перетирают Е И тут Они Пишут Что Мы По умолчанию Указываем Такую Ошибку Но Ты Можешь Потом Если Хочешь Задать Свою Давайте Так И Делаем Вот Тут Оставим Как Есть Не Будем Ничего Трогать Теперь Мы Пойдем В Вот Эту Часть И Где У Нас User Entity Пусть Будет Unique Пусть Он Будет Такой Но В ДТОшке Мы Скажем Что User User Entity Что у нас А Ага То есть Тут Нужно Передать User Entity Type Of Тут Передается Почему-то Функция Что Очень Странно Хотя Тут Написано Что Это Entity Ну-ка 5 секунд Дайте Я Проверю Свой Другой Проект По-моему Я там Тоже Это Юзал И Посмотрим Как это Работает На самом Деле Нужно Тут Как-то Типизировать Или Нет Ну Честно Говоря Без Понятия Я сейчас Почитал Посмотрел Тут Везде Function Пишут Хотя По сути Он Мне ругается Говорит Что Ну Если Говорит Что Чувак Неправильно Писать Function Это Некорректно Давай-ка Ты Объяснишь Чуть Это Будет Самое Лучшее Решение На данный Момент Теперь Мы Идем Как Нам Говорят В Этой Части Берем И тут Пишем Так Вот Окей Теперь Если Я не Ошибаюсь Я могу Передать Сюда Message И сказать Такая Почта Уже Есть Угу Беру Кликаю Такая Почта Уже Есть Супер То есть Теперь У меня На уровне ДТОшки Не на Уровне Энтити А на Уровне ДТОшки Происходит Валидация И С Бэкэнда Идет Проверка Типа Есть ли Такой E-mail Или нет Если Есть То Мне Будет Валидация Ругаться Такая Почта Уже Есть Чувак Давай-ка Ты Более Корректные Вещи Укажешь Окей Эту часть Мы сделали То есть Мы сделали Функционал На то Чтобы Производить Регистрацию Мы сейчас Подключили Валидацию Уникальную Валидацию Для нашей Почты Ну и Последнее Давайте Сделаем Так Что Мы будем Завершать Этот урок Тем Что Будем Делать Редактирование То есть Регистрация У нас Готова Редактирование И поиск Пользователя Я Наверное Думаю Сделать Так В этой Части Где У нас 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 Вот тут В профиле В профиле Вот тут Для User Controller Мы Сделаем User Guard Use Guards Передадим Сюда GVT AusGuard Только Вот так Вот так И Получается 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 Как вот Указано Тут Вот тут Вот User Guard Вот у них Profile Usage И вот Берется Из профайла Информация То же самое Мы будем Делать Сейчас То есть Проще говоря Вот эту Логику Мы Перенесем Сюда То есть Вот эту Часть Убираем То есть Нам не надо Делать так Чтобы Aus Profile У нас был У нас Aus Profile Свой есть User Controller И мы Скажем Что тут У нас Будет Два Защищенных Метода Me То есть У нас Будет User Me Метод Users Me То есть Я буду Делать Вот так Запрос И мне Будет Возвращать Мою Информацию И у нас Будет Получение Конкретного Пользователя Тоже Теперь нам Нужно Ну это Можно сделать Вот это Можно сделать Незащищенным Но Свою информацию Только Авторизованный Пользователь Получает И Редактировать Свою информацию Может только Авторизованный Пользователь И тут Я бы Наверное Сделал Вот так Типа Users Если я Сделаю Патчу Запрос Узер Сми Чтобы Он Обновлял Мою информацию Если у меня Есть к ней Доступ Можно Сделать Так Что у меня Будет Вот так Патч Users Ну я Не знаю Как это Вот так Патч Делать Не очень Логично Можно Было бы Конечно Свой ID Передавать Потом Проверять Мой ID Сходится Ли С тем ID Которые Хотят Редактировать Но мне Кажется Проще Сделать Вот так Вот так То есть Я буду Просто отправлять Патч Users Me И он будет Говорить Да я могу Редактировать Или не могу Редактировать Тут Все то же Самое Все то же Самое Просто Теперь моя Логика Редактирования Пользователя Она контролируется Через Проверку Доступа К этому Редактированию Можно Или нельзя Если я Отключу И перейду Сюда Напишу Тут Где у нас Профайл Users Точнее Здесь у нас Вот Users Ну и скажу Users Me Мне нужно Указать Теперь Кстати Мне нужно Указать Теперь Что Что это Я являюсь Тем Кого я Редактирую Вот в этой части У меня есть Эта логика То есть У меня в JVT Стратегии Возвращается ID И уже Что Что это Работает Узер Сми Делаю Get User ID None Не понял Это вообще Очень старый Запрос Не понял Это что за прикол Это Вот эта часть Это которая У нас была В самом начале App Service Ааааа Блин Вот Это не нужно Делать Это еще Мы в самом начале Делали Вот так Вот Это кстати Тоже Нам не нужно Вообще Можно сделать Вот так Теперь Проверим Снова 500 ошибка Ну хотя бы 500 Инвалид Input Ну в принципе Логично Хотя Нелогично Вообще Он это у меня ругается На то Что у меня Нам Хм Ну я же убрал То есть у меня теперь Нету Проверки на то Что я Users Ааа Вот это Нужно Переместить Вверх То есть Мне теперь Нужно Сказать Что Сначала Проверяй Есть ли Такой Доступ К роуту То есть Вдруг Мне прислали Users Me И чтобы У меня Не было Так Что Вот Эта Часть Будет Перетирать Вот Эту Я скажу Вначале Проверь Ты можешь Вот этот Роут Получить То есть Тебе Этот Запрос Прислали Если Не Этот Тогда Уже Делай Следующую Проверку Вот так Местами Просто Применял Он Сейчас Пытался Me Поместить В ID И искать Тут А этот Перетер Теперь Проверим Еще раз Кликаю Unauthorized Ну Это Логично Потому Что У У меня Токен Не Указан Теперь Если Возьму Тут Напишу Authorization Передам Токен У У вас Нет Доступа К этой Странице Отлично А Почему У меня Нет Доступ К этой Странице Потому Что Вася Пупкина У У У меня Нет Тут Но Если Сейчас Поменяю JVT Токен На Вот Этот Вот Вместо Того Чтобы Сейчас Авторизовываться Просто Сделаю Вот Так И Укажу Тут Вот Такой JVT Токен Все Пройдет Успешно Ну И Для Того Чтобы Это Корректно Протестировать Давайте Вот Это Уберем Это Мне Мешает Я Скажу Честно Это Меня Даже Раздражает Вот Так Я Попробую Сейчас Сделать Post Aus Login Передать Сюда Email И Пароль Email У меня Будет Бази Данных Вот Этот Вот То Я Буду Сейчас Авторизовываться Ну Например Укажу Тут Не верно Да Вот Так Теперь Я Буду Авторизовываться 1 2 3 4 5 6 Вот Я Авторизовался Если Сделаю 1 2 3 5 Не верно 6 Не верно Беру Этот Токен Иду Теперь Сюда Вот Не могу Авторизоваться Получить Свою Информацию Узер Сми И Если Я Сделаю Теперь Вот Так Я Получаю Мою Информацию Вот Теперь У меня На Этапе JVT Стратегии Проверяется Авторизовывание Или Нет И Вот Эту Часть Тоже Можно Думаю Добить Сделать Так Что Вот Эта Вот Часть Нам Не Нужна Вот Так И Тут Я Напишу Request User ID Вот Так То есть Я Из Request User ID Буду Вытаскивать Его ID И Придавать В этот Метод Теперь Проверим Как Это Работает Теперь Вместо Get Отправляю Патч И Хочу Обновить Мое Имя Давайте Передам Кстати Это Что Подождите А Вот Это Авторизация Вот Это Будет Обновление То Есть У У меня Теперь Место Моего Имени Саша Тест Будет Тест Тестов Имейла Я не буду Редактировать Вот Так Нажимаю Send This Action Updates One User Ха-ха Блин Я тут Не поправил Сейчас This User Update Я тут еще думаю Блин, что за фигня ID И DTO Вот так Сохранить Удаление Я думаю делать Нет смысла Сохранить А Remove То есть Я тут Remove Сделал Но он нам не нужен Сохранить И Смотрим еще раз Вот у нас Саша Тест Но если я теперь Отправлю запрос У меня будет Тест Тестов То есть Редактирование Профиля У нас Работает И работает Корректно Причем У нас тут Еще Есть Проверка Валидации Вдруг Я не ту почту Передам Вдруг Я сейчас Передам Не тест Тестов А вот так Вот он Поругается Full name Must be Langer Типа больше Чем 3 символа Вот Валидация Работает И Наверное Как я и обещал Попробую Добить Этот урок Тем Что теперь Просто сделаю Получение всех Пользователей Search И тут скажу Search Тут напишем Users Service Search И как мы делали Поиск С Записями ДТОшку Создавали Практически Ту же ДТОшку Поместим Сюда И напишем Только не Search Post Search User Вот так Мы будем Искать По Имейлу Мы будем Искать По Full name Ну Ну в принципе Все Что тут у нас Еще есть По паролю Я думаю Нам не надо Искать Будем искать По этим Двум параметрам User Сохранить Идем Теперь Сюда И пишем Что у нас Есть Как там Было А Query Query Dto Search User Dto Тут Я Передаю Вот эту ДТОшку У меня Такого Метода Нету И будем Его Сейчас Создавать Точно Так же Как И Профиль Ой Как И Запись Берем Вот эту Часть И Передаем Просто Вот Сюда Куда Нибудь Не Не В контроллер Это Нужно Сервис Сделать Вон Сюда Тут Мы Напишем Что Мы Хотим Сделать Search User Dto Dto Post Dto Это Нам Не Надо Далее Сделать You Потому Что Это User Сокращенно Кстати Limit В принципе Да В принципе Да Limit Нам Нужен То Есть В Этой Части Мы Вытаскиваем Вот Эти Две Штуки И В Эту Часть Передаем Сохранить Вот Так Ну Греть Типа У тебя Дубликат Практически Тот Самый Код Я Теперь Просто Выберу Лишнее И Скажу Что В ДТО Должно Быть Full Name Искать Так Далее Тут Ты Должен Найти Email Если Он Совпадает И В Принципе Все Вот Так И Full Name Вот Так Ну И Take Limit Будут Браться Отсюда Вот Вроде Бо Все Сохраняем И Смотрим Беру Дубликат Users .search Запрашиваю Получаю Пятьсотую Ошибку Супер А Ну Наверное Это потому Что Вот Эта Часть Должна Быть Самом Конце Она Она Ожидает Айдишку Из-за Этого Прикол В том Что Users Get Он Ищет Динамическое Динамическое Значение Переменные То есть Он Ищет Users Что-то Динамическое А мы Говорим Что У нас Search И Он Быстрее Чем Search Выполняется Теперь Мы Скажем Получи Вот Это Получи Вот Это И В конце Самом Когда Ни Один Из Этих Роутов Не Выполнится Попробуй Выполнить Вот Этот Вот Сохраняю Запрос Ну И Вот Вижу Что У 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 Супер А Тут Я Не Дописал То Есть Тут Надо Сделать You Алиасы У 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 Раз Хоп Пишу Не Саша Пишу Тест Email А Вот Ну Тест Есть Что Я Туплю Ну Сделать Типа Кек Вот Он Не Нашел Почту У Которая Есть Кек Но Если Напишу Full Name Саша Не Найдет Напишу Тест Не Найдет Но Если Напишу Тест С Маленькой Буквы Найдет То Есть Не Важно Это Большое С Маленького Нашел Тест Пользователя Тест Вот Как-то Так То Получается Мы В этом Уроке Завершили Теперь И Поиск Пользователя Сброс Паролей Ну Не Хочу Делать Не Буду Вот Вот Эту Часть Я Сделал Вот Так То Есть У нас Теперь Есть Функционал На То Чтобы Получить Всех Пользователей Редактировать Пользователей Самого Себя Регистрация Авторизация Без Социальных Сетей Может быть Позже Мы Сделаем Какую-нибудь Одну Поиск Пользователя То Есть Мы Теперь Можем Искать Пользователей Популярные Мы Сделаем Немножко Позже То Есть Нам Теперь Нужно Проверять В дальнейшем Сколько У человека Записей И Если У него Там Есть Н Количество Записей То Посмотреть Кто Самый Популярный По количеству Записей И Отображать И И Сделаем Это Мы Как-нибудь Попозже Но В целом Вот Эта Секция Она Готова То есть Вот Эта Секция Можно Сказать Тоже Готова Новости Вот Эта Секция Тоже Готова Нам Осталось Допилить Сортировку Комментариев Крут У нас По сути Есть Ну Рейтинг Наверное Лучше Не стоит Делать Смысла Нет Подожди Если Тогда Делать Рейтинг Когда Получается Вот Это Нужно Делать Ну Подумаем Я Подумаю Стоит Ли Сейчас Делать Рейтинг Или Нет Будет Ли У Желание Потому Что Уже Это Получается Какой Урок Это Получается Уже Одиннадцатый Урок И Мне Еще Нужно Сделать Frontend И Сейчас Еще Делать Рейтинг Систему Это Что Я Хотел То Вот Эта Часть Она Реализована Ну И Далее Можно Было Сделать Поиск По тегам Это Несложно Сделать И Думаю На этом Все В принципе Опять же Не в каждом Видео Буду Говорить Но Буду Иногда Говорить Будет Очень Приятно Если Ты поставишь Лайк Под этим Видео И Желательно Оставишь Комментарий Не только Под этим Видео И под Другими Потому Что Тем Самым Ты Мне Очень Сильно Помогаешь Так Как Мне Приходится Кроме Того Чтобы Записывать Эти Видео Заниматься И своими Делами Ну И Плюс Ко Всему Я Стараюсь Сделать Контент И Для Тебя Чтобы Он Тебе Был Полезен И Понятен Ну И Плюс Ко Всему По Возможности Стараюсь Отвечать На Те Вопрос Которые Ты Мож Чуть Побольше Просмотров Благодаря Именно Тебе А так В любом Случа Я благодарен Тебе Что Ты Даже Посмотрел Это Видео И На Этом Я Думаю Все